Холодец очень вкусное а при определенных условиях и очень полезное для здоровья блюдо которое можно использовать и при атеросклерозе сосудов и при сахарном диабете и при гипертонической болезни а не только при заболеваниях суставов но только при правильном приготовлении а также при употреблении в зависимости от вашего уровня здоровья иначе реально вкусный холодец может реально нарушать работу и сердца и сосудов ухудшать состояние и почек и суставов испытывать на прочность вашу как минимум поджелудочную железу а по максимуму и печень то есть все то же но с точностью до наоборот особенно при переедании за праздничным столом свинина говядина рыба птица знаете что лучше использовать для холодца думаю что не все поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете чем и кому полезен холодец какие опасности таит себе холодец для любого и каждого ну и как правильно приобретать вкусный и полезный холодец ну и употребить его в пользу для вашего здоровья так чем и кому полезен холодец напомню холодец это очень питательное и калорийное блюдо в котором относительно много белка и жиров и очень мало углеводов эти особенности важно правильно использовать как в процессе приготовления так и при правильном применении в зависимости от возраста от пола имеющихся заболеваний образа жизни окружающих вас погодных и климатических условий если начинать с возраста то эта комбинация очень полезна детям особенно в периоды активного роста и полового созревания периоды активного роста наблюдается около шести лет следующий период около девяти и потом 12-14 лет сопровождается это половым созреванием в эти периоды жизни ребенка и белки нужны и жиры в рационе здорового ребенка усваиваются без проблем и для развития опорно-двигательного аппарата есть все необходимое то есть ребенок по большому счету из холодца получает все что ему нужно но очень важное условие хорошее состояние пищеварительной системы в данном случае у ребенка важна пищеварительная система как правило остальные органы справиться легко потому как они воспримут и аминокислоты из белков и животные жиры легко и просто для строительства всех клеток в организме холестерин нужен из холодца его получить легко и просто самая важная критическая точка пищеварительная система ребенка если у ребенка плохой аппетит если у нее есть какие-то проблемы с пищеварительной системой тут вопрос с холодцом может остаться открытым пока вы не решите эту ситуацию очень полезен холодец здоровым женщинам но до 35 лет полезен холодец и здоровым мужчинам но тут рамки уже до 25-30 лет в этом функционально активном возрасте холестерин не страшен он легко перерабатывается как минимум в половые гормоны и обеспечивает достаточно высокий уровень обмена веществ и половой активности предупреждая ожирение и связанные с ним заболевания но при правильном приготовлении холодца и его употреблении об этом будет немножечко позже в жизни человека часто возникают ситуации когда холодец полезен в нескольких возрастных периодах я имею ввиду беременность и кормление грудью в этом случае холодец полезен и маме ей есть что отдать ребенку и ребенку ему есть что получить от мамы не обкрадывая ее по многим полезным веществам в любом случае женщина из холодца получает и легко передает ребенку нужные для него вещества ключевой момент она их получает в концентрированном виде и здесь принципиальный момент хорошее состояние пищеварительной системы и особенно печени особенно не на ранних стадиях беременности на поздних сроках беременности немножко поджимается печень маткой нарушается отток желчи здесь возможны разные варианты но если у женщины нет токсикоза в беременности то обмен веществ в ее организме идет хорошо она легко избавляется от обменных шлаков которые дает ей ребенок и подружают ее выделительную систему и холодец ей не повредит особенно правильно приготовленный о котором я скажу чуть позже в жизни человека встречаются и другие периоды активности когда холодец очень полезен и это спорт особенно если употребление холодца связано с интенсивными тренировками либо соревнованиями для восстановления суставов и мышечно-связочного аппарата после значительных нагрузок холодец прекрасно подходит и продлевает жизнь спортсмену не жизнь глобально а жизнь в спорте так как откладывается износ организма при интенсивной работе неожиданно холодец может быть необходим и очень полезен после травм и операций для полноценного восстановления нужны белки в том числе и белки и санитой ткани а также жиры однако опять-таки обязательное условие что травмы и операции на фоне отсутствия заболеваний о которых я расскажу немножко позже и как вы понимаете они могут возникнуть в любой момент поэтому смотрите видео дальше вы будете знать с какой стороны подкладывать подушечку чтобы в случае такой острой необходимости быть к такой экстремальной ситуации более готовым необходим холодец при лечении артроза остеартроза остеохондроза позвоночника в этих случаях холодец не просто показан он очень показан потому как он приносит в организм нужные для активного восстановления хрящевой ткани вещества которые иным способом очень сложно получить в растительной пище их просто нет это продукты животного происхождения при недостатке которых и возникают эти дистрофические процессы и причина чаще всего не в отсутствии холодца в рационе его используют часто а в не самом лучшем состоянии пищеварительной системы и печени как минимум а как максимум еще и в не самом рациональном приготовлении а вот при сахарном диабете холодец не противопоказан углеводов ведь нет сахар в крови подняться не может от употребления холодца вот с жирами и белками относительно легко справиться однако как правило эти заболевания возникают как раз на фоне заболеваний уже не способствующих полноценную перевариванию и усвоению всех полезных веществ из холодца но это в принципе легко исправить или хотя бы улучшить состояние чтобы все таки заболевания суставов даже при таком грозном заболевании как диабет возникали попозже очень хорош холодец на следующий день после неумеренных возлияний за праздничным столом но только желеобразная его часть то есть когда вы употребляете алкоголь накануне мясо используйте оно поможет вам во-первых не переесть во-вторых не перепить и хорошо себя чувствовать на следующий день но если все таки не получилось и чувствуете себя неважно вот тут жидкая часть холодца и подойдет лучше в теплом виде это известное блюдо хаш помогающие легко очистить организм и активировать пищеварительную систему на следующий день иными словами если вы хотите ввести в свой организм полезное и питательное блюдо которое позволит вам улучшить состояние суставов не только сегодня но и на перспективу знаете предупрежден вооружен смотрите на людей молодых как правило не хроман смотрите на людей в возрасте у них возникают проблемы войти в транспорт особенно выйти из транспорта потому как артроз сразу проявляется при нагрузке когда спускается человек по лестнице сразу видно молодой спрыгивает а пожилой человек удерживается за какой-то предмет чтобы уменьшить ударную нагрузку на суставы которые при этом достаточно серьезно болят поэтому холодец поможет вам улучшить состояние и суставов предупредив артроз артрозоартрит остеоартроз остеохотроз позвоночника а также ускорит восстановление ваших суставов и всего заодно мышечно-связочного аппарата после физических нагрузок и это не только спорт и тяжелый физический труд но и работа в саду на приусадебном участке возможно туристический поход поможет холодец улучшить вам и работу эндокринной системы однако чтобы холодец принес вам больше пользы нужно знать те опасности которые все-таки затаились в этом прекрасном холодце об этом прямо сейчас какие же опасности затаились в этом интересном блюде под названием холодец опасность первая конечные продукты обмена белков иными словами трупные яды ведь холодец готовится ну не из самых элитных частей попадание которых в пищеварительную систему первично испытывает барьерную функцию печени если этот барьер для конечных продуктов обмена белков уже не барьер то есть печень у вас никакая напрягаются выделительные способности почек результат ну зависит от генетической силы либо слабости выявленной вашими ошибками в образе жизни системе питания ну и другие особенности усиливаемый с возрастом и вторично может отмечаться заболеваниями различных органов и системы если отражается состояние суставов то при активном образе жизни развивается артрит артрозоартрит остеохондроз позвоночника если в большей мере выделяются с мочой тогда по своему графику развивается либо обостряется цистит то ретрит а у мужчин первично возникшие в этих условиях простатит стремится превратиться в аденому простату у женщин вялую попытку провести помочь почкам очищать кровь через молочные железы отражает мастопатия а попытку накопить тоже очистив кровь миома фибромиома и другие заболевания которые также могут проявляться если вы не знали эту опасность которую затаил себе холодец казалось бы самое безобидное на таком фоне выпадение волос на голове с одной стороны считается что это лишь косметическая особенность вашего организма однако это одна из живых систем в вашем организме указывающая на ускоренное старение организма для которого вы создали оптимальные условия если не знали как правильно приготовить холодец чтобы организм вовремя очищался и полноценно питался но выпадение волос лишь предупреждение для вас которое игнорировать не стоит хотите узнать более подробно посмотрите на моем канале видео что делать если выпадение волос усилилось там я более подробно расписал эту ситуацию а сейчас перейду к опасности вторую опасность вторая холодец содержит много жиров животного происхождения попадание которых в кровь дает достаточно быстрый набор веса особенно если одновременно употреблялись и домашние соленья обилие жиров ухудшает состояние сосудов если печень не успевает выводить их своевременно из крови снижая уровень холестерина это опасность не опасность разве что детям и беременным женщинам которые они превращают в рост дети лично а мамы перекладывают его на свое чадо неважно это во время беременности либо кормления грудью в этом случае как я уже раньше сказал они правильно используют те жиры которые содержатся в холодце также не опасен холестерин лицам ведущим активный образ жизни молодым здоровым людям любого пола которые эту опасность также превратят но не в жир а в гормоны однако от такой опасности в принципе относительно легко избавиться как при выборе исходного сырья для приготовления холодца так и в процессе приготовления а также при правильном употреблении холодца в пищу возможности много важно правильно ими воспользоваться но они будут чуть позже а сейчас будет опасность третья из всех опасностей которые несет с собой холодец третья опасность пожалуй самая сложная это ваш уровень здоровья если вы еще не все знаете про здоровый образ жизни не забудьте подписаться на мой канал сотни видео лекций в любое время можно просмотреть и заполнить те пробелы которые в вашей знании были потому как если у вас присутствует гастрит гастрододенит со сниженной кислотностью либо атрофический астрит шансы получить всю пользу от холодца у вас уже активно снижаются они снижаются в еще большей мере если есть хронический панкреатит на этом фоне легко развивается дисбактериоз в кишечниках явные признаки которого сдутие живота урчание газы с запахом отходят периодически неприятный запах от тела может появиться а затем ухудшается состояние сосудов печени почек суставов и вам становится опасным не только холодец но это видео про холодец поэтому смотрите дальше дальше будет как все таки правильно приготовить не только вкусный но и полезный для вашего здоровья холодец как же правильно приготовить холодец ну первостепенно ваш выбор из чего традиционно используется свинина либо говядина причем свинина безопаснее а говядина дает прекрасное желе поэтому часто их комбинируют из которых используется чаще всего кожа суставы копыта ну просто в них больше белков санитой ткани которые и дают известное желе однако в этих исходных продуктах много и насыщенных жиров особенно в говядине поэтому лучший выбор для потребителя в возрасте с проблемной пищеварительной системой и выделительной в том числе это рыба или птица причем если используется рыба тогда голова хребет плавники там больше выйдет полезных веществ если птица петушины гребни лапы причем если птица то лучше домашние а если рыба то дикая еще лучше морская просто так меньше сюрпризов преподнесут особенности выращивания но в любом случае будет меньше нагрузка на печень по удалению холестерина из кровеносного русла и профилактика атерослероза сосудов а также ухудшение уже имеющегося атерослероза но это не единственная возможность об еще как минимум нескольких возможностях сделать холодец безопасным и в отдаленной перспективе вы узнаете чуть позже я бы сказал прямо сейчас далее очень важный момент как же начинать приготовление холодца есть выбор залить горячей водой и получить более вкусное сочное мясо либо залить холодной водой и получить более наваристый бульон мой вам совет заливать нужно исключительно холодной водой и обязательно подсоленной в таком случае при медленном нагревании готовят не в мелкой посуде в достаточно крупной первый бульон легко выйдут конечные продукты обмена белков которые вам абсолютно не нужны ни вам лично ни вашим почкам ни вашей печени ни вашим суставам ни другим органам в вашем организме и от которых вы легко сможете избавиться одним движением просто слив эту воду через некоторое время после закипания и вы существенно разгрузите не только выделительную способность своих почек но и печени и суставы как минимум будут вам очень благодарны а также щитовидка и другие внутренние органы далее заливаете новой водой и продолжаете готовить в процессе ожидания оно растягивается на несколько часов вносите в будущий холодец последовательно не только овощи и зелень специи и пряности но и фрукты я не оговорился фрукты очень полезны в холодце но их крайне редко используют а вам нужна будет и морковь и лук и петрушка другие пряные растения и зелень от них а также я бы советовал яблоки внести они активно помогут вам сделать холодец более полезным для вашего здоровья морковь для холодца нужно тщательно вымыть не обязательно ее чистить достаточно просто хорошо вымыть и разрезать вдоль на 4 части либо поперек но не тоньше 2-3 миллиметров и лучше внести ее первой и чем в большей мере у моркови выражен стержень тем лучше и полезнее станет ваш холодец просто такая морковь больше имеет поверхность контакта с жидкостью в холодце и имеет возможность больше связать тех самых белковых токсинов от которых вы могли не избавиться сливая первый раз воду лук для холодца необходимо очистить от шелухи причем полностью есть мнение что можно варить лук с шелухой да такое мнение есть я его знаю но не поддерживаю просто содержащиеся в шелухе лука фенолы вам абсолютно не нужны они родственники той карболки которую вы четко ощущали входя в туалет да они убивают бактерии но зачем вам убивать бактерии в холодце если вы собираетесь готовить его несколько часов да ни одна живая бактерия не выдержит такую тепловую обработку все погибнут но если вам нужно полностью обезопасить свой холодец от бактерий от их токсинов так отфильтруйте перед этим воду сделайте ее чистой и правильно используйте для приготовления холодца а вот после удаления всех признаков желтой шелухи луковицу нужно разрезать строго пополам через место выхода корешков просто чтобы потом не заниматься фэн-шуями и не вылавливать луковицу по частям в таком виде луковица принесет вам больше пользы она раскроется при приготовлении холодца во время варки и тоже поможет моркови связать больше белковых токсинов в своей клетчатке и зайти в холодец луковица должна второй корни петрушки как и других пряных растений нужно закладывать в конце приготовления минут за 30-40 примерно в это же время могут зайти и лавровый лист и перец горошком и другие пряные растения и специи они сделают ваш холодец более вкусным а аромат не успеет уйти к соседям в этом случае они не окажутся в роли непрошенного гостя и придут только по вашему приглашению отведать вкусный и полезный холодец не забудьте в это же время и присолить а вот очищенные от сердцевины обязательно очищенные от сердцевины и разрезанные на 4 части яблоки нужно закладывать минут за 20 до окончания приготовления знаете такой контрольный выстрел для белковых токсинов чтобы максимальное количество их собрать на себе и не отдать в бульон который тоже должен быть полезным не только мясо но и бульон от холодца тоже дальше будет больше и интереснее если вам не была выбрана рыба или птица то примерно через час-полтора а если свинина либо говядина то часов через пять-шесть ваш холодец уже практически готов он лучше застынет если вода выкипит примерно треть на четверть выбираете мясную часть раскладываете по тарелкам и заливаете бульоном с поверхности которого нужно максимально собрать весь жир там очень много холестерина который полезен но не всем о пользе холестерина я уже сказал кому не буду повторяться а вот овощи и фрукты безжалостно выбрасываете или отдаете домашним животным они свою роль уже давно выполнили собрали максимальное количество продуктов обмена белков вводить которых в организм нет особой необходимости если вы не хотите все-таки проверить генетическую силу своих почек своих суставов мужчины простаты женщины молочные железы матки поэтому лучше выбросить а как правильно употребить холодец прямо сейчас как же правильно употреблять холодец ну лучше в первую половину дня однако если из рыбы либо птицы можно и позже но не ближе чем за 3-4 часа до сна иначе вместо пользы вам полезные свойства холодца достанутся патогенной микрофлоре кишечника сложно мне сказать насколько увеличится подвижность микробов в вашем кишечнике но то что мясопептонный бульон то есть вот желе от холодца это великолепная питательная среда для патогенных микробов это точно к гадалке не ходить спросите в ближайшей санопитием станции либо у любого врача с чем употреблять холодец ну если вы в своей пищеварительной системе не очень уверены тогда с пряными соусами хрен горчица по вкусу можно с луком чесноком можно использовать на их основе другие соусы вот только майонез не подойдет слишком много жиров в этом случае масло масляное можно переборщить и смысл вам было убирать животные жиры из собственно холодца если вы добавили растительные жиры в которых вы не всегда уверены редко кто готовит майонез самостоятельно он знает из чего готовил чаще покупают из чего приготовили вам не сложно ответить поэтому я бы майонез не советовал использовать в данном случае вместе с холодцом даже если вы там использовали и горчицу пожалуй я достаточно много рассказал о том как приготовить полезный для здоровья и вкусный холодец который безусловно можно заменить препаратами содержащими хондроитин глюкозамин это те самые компоненты которые нужны для восстановления хрящевой ткани на вкус и цвет как говорится товарищей нет однако питание и восстановление хряща зависит от работы печени и почек а эти препараты не улучшают их состояние и вы можете попасть на постоянный их прием постепенно ухудшая работу основных систем жизнеобеспечения двух основных фильтров вашего организма но я бы советовал все-таки про холодец не забывать потому как питаться это все же нужно и не препаратами а все-таки продуктами питания и один из вариантов в данном случае правильно приготовленный холодец да он немножко заморочливый получился но знаете овчинка выделки стоит прекрасное полезное проверенное столетиями можно сказать и тысячелетиями блюдо которое можно использовать для вашего здоровья профилактики либо лечения это уже ваш выбор все зависит от того на каком уровне здоровье вы начнете правильно использовать полученную информацию безусловно прекрасно на уровне профилактика когда вас ничего еще не тревожит но вы понимаете что ваши кровные родственники приобретают определенные заболевания а вы генетически с ними определенным образом связаны и силу либо слабость определенных органов систем все-таки наследует получили и знаете предупрежден вооружен в чем предупреждаю вас не я а ваши собственные родственники теми заболеваниями которые у них развились ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете поставить один или два лайка на это видео кому отправить своим друзьям знакомым родственникам особенно перед праздником такой сюрприз им подкинуть чтобы они знали как правильно приготовить холодец и использовать его для своего здоровья а я это видео буду заканчивать и пока вы думаете что делать с ним я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале кто забыл подписаться не забудьте вход и выход с канала бесплатный совершенно спокойно можете по своему усмотрению подписаться и точно так же отписаться от моего канала это ваш выбор ну а я вам свое предложение сделаю до новых встреч на моем канале до новых встреч